всем привет вы на канале жить шить со светланой матус и вы только что на вне видели это же тоже самое платьица но я хочу с вами сегодня поделиться историей этого платья ну естественно и выкрикай как и пошить первоначальный вариант этого платья из вискозы она чуть поплотнее чем штабель но тоже натуральная ткань очень удобно и очень приятно в ней ходить летом вид спереди был моего платья вот такой и по спинке отрезная талия от низа шла юбка в пол и я брала прямоугольник 2 метра шириной и присборивала его на талии лифт сейчас вам показываю как же делать это моделирование потому что линия у нас здесь как у меня здесь заниженная вот рукавчик я здесь выбирала длиной 40 сантиметров а вы смотрите сами можно 30 можно 40 видите как он у меня идет я потом вам чуть попозже покажу модификацию этого платья как еще его можно одевать начинаем с того что берем все как обычно нашу с вами выкройку с нагрудными талевыми вытачками а верху выходит кружочек палочка с точечкой нажимаете переходите как построить эту выкройку да по моему собственную мастер-классу и в том числе как мы снимаем мерки и дальнейшем вы можете его пролистывать и вообще пошив платье увидеть так значит что мы берем нашу переднюю половинку и по спинке половинку будет очень хорошо чтобы у вас было здесь на велик наведена линия груди она у нас параллельно линии талии чтобы она у вас было вам просто еще легче будет намечать остальные конструктивные а берем нашу вот эту ту самую точку а2 и делим ее с точкой г берем измеряем и делим на 2 это расстояние вот у меня 17 17 сантиметров то есть вот восемь с половиной и вот это расстояние по 8 с половиной я сейчас буду проводить вот до конца нашей проймы тогда точно будет красиво да вот это расстояние мы перенесли сюда одинаковая я же хочу чтобы у меня вот выше груди было где-то вот между этой точкой и центром груди где-то по серединке если хотите можете чуть выше это сделать вот потом тоже самую линию сюда откладываете эти восемь с половиной сантиметров но по спинке я вам рекомендую на два сантиметра выше делать потому что здесь нам нужно прогиб чтобы ну красивее скажем так грудь там смотрелось там шейка там а по спинке будет очень неудобно если она будет назад падать если она будет такой же длины поэтому всегда повышайте спинку повышаем ее вот так вот на два сантиметра и у нас уже с вами получается линия 10 с половиной сантиметров и вот так вот мы ее тоже проводим по прямой если срезаем вот эти вот части верха у нас и получается дальнейшая наша выкройка но смотрите здесь какой момент нам нужно с вами расширить эту выкройку то есть приталивание мы убираем по боковому шву то есть вот это вот будет боковой шов как для спинки так и для переда и у добавляем те самые два с половиной сантиметра которые мы снимали на той нашей с вами выкройки и сводим эту линию то есть это уже сгиб спинки будет от центр переда все так же как обычно а что я еще делала в этом платье я брала и увеличивала вот эту вот часть и переда и спинки чтобы она становилась чуть пошире чтобы можно было потом присборить чтобы совсем комфортная была совсем такое не облегающая летняя потому что в этой конструкции на всего лишь прибавка по груди три сантиметра прибавки идут сюда к полу обхвату вот и я добавляла здесь по 10 сантиметров вот такие вот прямоугольники то есть удлиняла перед на 10 сантиметров всего то есть получается что 5 сантиметров на одну полочку и 5 сантиметров на другую то есть тогда можно даже правильнее будет сказать что по 5 сантиметров да ну в общем полностью к переду я давала 10 сантиметров то же самое делала по спинке то есть мы тогда тоже с вами вот так вот на 5 сантиметров если мы половинку спинки берем тоже вот так раздвигаем вот здесь на 5 сантиметров и так же само будет и по другой стороне нашей спинки вот а пройму я немножко корректировала и процент делала ее а более прямую вот эту линию хотя можно конечно оставлять и такую пройму ничего вообще совершенно плохого в этом я не вижу на самом деле давайте так наверное сделаем потому что я тогда вот так вот убирала здесь кусочек а здесь добавляла но тогда нам нужно будет здесь какие-то манипуляции тоже делать рукавом я думаю что можно и без этого вот наша пройма получена от бокового по прямой идет у нас прямоугольничек да и по переду то же самое теперь мы берем наш рукавчик рукавчик мы берем матус до беспосадочный оставлю вам здесь ссылку выйдет кружочек палочка с точечкой вверху экрана наводите и выкройка вот этого вот беспосадочного рукава матус что мы делаем я взяла его вот нужные медленные то есть я вам говорю что 30 40 сантиметров смотри те зависимости что вы хотите разрезала по долевой и от края а вот здесь наши проймы по прямой без заужения по прямой с двух сторон по прямой разрезала долевой потому что мы тоже вы будем раздвигать но мне нужно узнать где же будет все-таки сколько я буду головки срезать нашего рукава и вот таким вот образом видите только давайте вот таким вот видите такой надсечкой представляем и находим где же будет сейчас наша с вами линия вот здесь заканчивается значит и вот наш рукавчик аж настолько будет срезаться можем эту линию вот так посильнее наметить теперь по спинке делаем все то же самое отходим от бокового шва потому что у нас боковой шов и средний шов рукава они будут по одной линейке представляем уж хотим все беспосадочно да и чтобы у нас было скажем так мягко говоря одна примерка и все это может быть даже и ноль примерок вот и мы получаем теперь вот эту точку по которой мы сейчас будем сводить головку оката нашего рукава вот эта линия да так в принципе вот эту часть срезаем срезаем и вот это все мы будем потом присборивать так вот на данном этапе в общем то все так у меня и было сейчас я еще расскажу как я обрабатывала низ рукавов так низ рукавов я обрабатывала и вверх лифа по спинке и по полочке и низ рукавов я просто добавляла к низу два сантиметра прострачивала на полтора а во внутрь вставляла резиночку то же самое делала по верху и резинка у меня была вот здесь по талии вот вы же можете обратить внимание что еще на платье может если прохладно становится я вот так вот его одеваю мне очень комфортно и благодаря тому что у меня рукавчик здесь 40 сантиметров смотрите как он красиво ложится вот а когда мне надо открыть плечи или жарко становится да даже такое движение иногда тела вот очень комфортно очень удобно вот сюда попадает чуть воздуха но тут все продувается очень хорошо но вот на таком этапе я платье носила ну сразу вам признаюсь честно это платье уже буду носить аж четвертый сезон ткань вообще не выцвела то есть такой беспроигрышный вариант этого платья и два года его носила в таком варианте а потом решила его переделать потому что она длинная в пол не такое комфортное как я бы хотел еще с маленьким ребенком в общем я решила его переделать что я сделала я взяла и его обрезала а высчитала эту длину таким образом чтобы у меня получились четыре полоски чтобы получились четыре полоски которые две полоски пошли вот сюда наверх на вот эту на строчку а две полоски пошли вот сюда вот на низ юбочки а я брала обрабатывала их с двух сторон ролевым швом вот эти предыдущие припуски я срезала которые были по два сантиметра и тоже обработала ролевым швом по рукаву и по верху потом присборила вот этот валанчик по низу и по верху на венгерку наколола и настрочила его вот где-то на полтора два сантиметра по верху и по низу и вы видите какая красота получается потом чтобы еще лучше держалась я изнутри поставила обыкновенную резинку вы можете ее ставить как 0 5 сантиметров максимум сантиметр высотой вот так вот себя резиночкой как бы одеваете и нужную вам натяжение создаете потом эту резиночку складываете наносите центры булавочками то есть сложили вдвое два центра получилось потом опять от центра еще два центра и еще центры и тогда распределяете накалываете и прострачиваете прямой строчкой я ставлю два с половиной миллиметра стежок ну максимум три с легким натяжением видите что я как я делаю она играет вот когда я сделала эту красоту я делала очень быстро там течение там двух часов наверное максимум там со всеми и потом я раз и вечером вышла в новом платье была такая довольна что они есть теперь новое платье то есть я брала вот эти прямоугольнички и вот так вот сюда их настрачивала по низу да вот они и получилось совершенно другое платье да вот это та самая присборка которой я вам с вами только что говорила вот я его вам прорисовываете она сразу же уже преображается здесь то же самое я настрачивала вот это волонистость вот эту вот очень конечно комфортно мне в этом платье очень хорошо заодно научитесь со мной вместе рисовать эти волончики по низу рукавов я оставила себе где-то из выпадов у меня были где-то три сантиметра шириной полосочкой с двух сторон ролевым шум или мелким зигзагом обрабатывается и так же сама вот так вот я тут на строчила и получились еще и по рукавчиком такая красота присбористость такая вся такая женственность волонистость стыка и еще что я сделала я от талии сделала три четыре нет три три строчки на венгерке что такое венгерка мы ее с вами вот она видите как растягивается наш пульный колпачок вы ее наматываете без натяжения без натяжения видите вот таким вот образом она продается разноцветная а наверх ставите ниточку в цвет и прострачиваете вот эту часть от талии конечно здесь тоже можно резинку дополнительно еще на страчет мне как показалось это сильно грубовато будет и когда много резинок телу все-таки жарковато будет вот просто на расстоянии где-то сантиметр я прострочила она удерживает мое платье на талии и как бы слегка придаливает и что называется отдела и забыла платье что мы на тебе есть да то есть очень комфортно и очень удобно так и нам с вами осталось только теперь наш рукавчик разобрать моменты связанные с выведением вот этой линии вот этот наш рукавчик который это у нас долевая которую я относительно кромки раздвигая на 5 сантиметров все то же самое здесь раздвижка ровно на 5 сантиметров вот мы увеличиваем наш рука и теперь мы с вами берем и вот эти вот или точку которую мы с вами по пройме определяли сейчас я вам еще раз покажу вот перед вот эта точка она соответствует вот этой точки по спинке она соответствует вот этой линии то есть мы же там с вами потом вот наша основная деталька спинки да но не забудьте мы с вами там увеличивали средний шов не делали таким приталин и все по прямой что побольше здесь при сборочек и плавно начинаю садить берем зрительно эту эту точку делим как-то пополам и наносим вот эту вот ту самую линию и плавно вот так вот ее сводим вот мы и получили наш рукавчик то есть вот эта вся нижняя часть вот это мы срезаем и получается наш рукавчик для этого платья в принципе здесь вот эта линия я немножко ее тут вам оставила скругленную я думаю что ничего плохого не будет вот и еще один нюанс о котором бы я хотела вам рассказать если вы хотите на нашей модельки на этой вот здесь вот эту линию рукава чтобы она была по ровной то немножко нужно сейчас сделать легкое моделирование потому что если мы оставляем так как я вам говорила это линия может смотреться немножко вот сюда вот так прогибисто если вам это не мешает то оставляете если мешает то я вам сейчас покажу как это изменять то есть вот я изменила зелененьким по полочке по спинке здесь же тоже у нас раздвижка на пять сантиметров 5 по спинке по полочке к что мы должны делать от линии груди под прямым углом а вот так вот мы будем с вами вверх по вот этой части проймы откладывать перпендикуляр тогда на переду спереди вот эту часть мы срезаем тут где-то порядка почти там сантиметр полтора и вот сюда вот ее доставляем у нас наш рукав должен быть точно такой же формы вот такой вот пряменькой какой и сама проймочка по переду то есть мы могли даже вот эту детальку сюда поставить как вот еще сделала и обвести то есть мы добавляем вот эту часть здесь здесь мы ее убираем да вот этот кусочек чтобы эта линия была по прямой чтобы она соответствовала нашей красной линии да вот здесь убираем здесь добавляем а по спинке относительно прямого угла а по линии нашей груди мы должны тоже вот здесь вот так добавить чтобы вот эта линия проймы тоже была вот такой же вот красивой линии по прямее по прямее также как на рисунке только смотрим на красный цвет а не зеленый вот здесь мы тоже добавляем добавляем в итоге мы срезать на самом деле будем только вот тут по переду а по спинке здесь тоже вот эту же линию вот так продлеваем и закругляем то есть это добавляем на наш рукав следовательно мы добавляем и количество посадки при сборке в итоге потом еще красивее но все будет выглядеть и смотреться дату куди забираем а здесь доставляем здесь здесь вот это новые линии и виды рукава крайнем случае берете вот эту вот полочку спинку и вот сюда представляете у вас должна быть такая же линия дай потом планы сводите спередом перед вот эту вот часть сюда представляете и выводите вот такой еще нюанс есть настрачиваем те же самые воланчики как рассчитать сколько нужно сюда ткани то есть два метра шириной у нас юбка которую мы припосаживаем или потом припосаживаем сшиваем и потом еще пришиваем сюда резиночку а забыла вам здесь вот эту вот венгер очку нарисовать и который только что проговаривала да то есть она вот так вот она даже чисто зрительно уже это платится красивее делает и стройнее что да то есть вот эта легкая присбориста 4 вот эти линии эти и платье совершенно ну естественно вот эту нижнюю частью не смотрим ее как будто бы уже нету там ее уже с вами слезли и все вот это платье которое на мне вот она и здесь пожалуйста вот делайте себе такую красоту носите годами очень приятно очень удобно когда тепленько мы так ходим когда чуть ветерочек подул мы с вами ходим вот так да плечики в наши не мерзнуть с вами вот так что вот и поделилась с вами своим опытом вот я думаю что это платье очень легко и быстро на самом деле можно пошить а а вот кстати по ткани сколько длина юбки и ширина 2 метра нам известно остальное мы берем тут фактически где-то у нас длина лифа плюс длина юбки и плюс длина на руках лучше берете делайте выкройку высчитывайте сколько конкретно вам нужно будет что я сейчас могу сказать у вас немножко другие там размеры будет то есть у меня там 46 размер по груди у кого-то в 56 размер до чтобы не купили например меньше вот если вы хотите со мной и пошить и раскроить это платье и многие другие пожалуйста под видео в описании есть все контакты со мной списываетесь я вас очень жду давайте пока есть у меня такая возможность летом я могу еще преподавать вот а так буду вам очень благодарна за лайки подписывайтесь на канал вы были на канале же че со светланой матус до новых встреч пока пока